Всем привет! Сегодня у нас 8 мая. Я решила посадить, и вы не забудьте посадить подсолнухи. Вот у меня семена, которые я собрала с прошлого года, с подсолнухов, а это, по-моему, магазинские, наверное, у меня остались. Вот здесь у нас вот такой забор. Как он называется? Это гринвлайн или какой-то там? Мы не знаем. Это у нас с соседями. Соседи захотели вот такой заборчик сделать, чтобы было видно друг друга. Но они так и не собираются строиться. Видите, что творится у них на участке. Все заросло. Они тут в прошлом году приезжали очень-очень редко. В этом году я еще их даже не видела. Мне надо как-то закрыться, потому что вот здесь все время ходит народ. Вот туда они идут. Там у нас детская площадка отличная во второй очереди. И они туда ходят. Вчера прямо аж гурьбой, гурьбой, гурьбой. Мне надо здесь как-то, ну, немножко подзакрыться, что ли, облагородиться. И вот я здесь около вот этого забора немножечко подрыхлила. Я не копаю. Вот подрыхлила я тяпкой. И посадила сюда. И сейчас досажу в два рядка. Сколько взойдет, столько и взойдет. Подсолнух. Потом сюда же я посажу настурцию. Сюда же я посажу укроп. Ну, что вырастет, то и вырастет. Такой микс получится. А вот эту половину, вот эту половинку, я сейчас тоже тяпкой подрыхлю. Здесь у меня в прошлом году вился горох. Я, правда, его посадила. Поздно немножко так это не догнала. И вот здесь я посажу горох. Я у Ксюши, у нее есть девичий виноград. Я хотела сюда посадить, чтобы он тут вился по этому забору. Но его надо постоянно ведь убирать. Ржавчина, наверное, будет. Тоже вроде как и жалко. А горох, он так просто вырос и вырос. В общем, сюда я посажу горох. Все накрою пока спонбондом. Так, моя тень. Что-то ветер такой. Я вон в куртке. Вроде 15 градусов. А я и куртку, и шляпу, вон капюшон надела. В общем, все надела. Как-то вот, в общем, и так вот посажу сюда. А здесь вот у меня тут ирга. В прошлом году она что-то побаливала. В этом году я ее тут прыскала. Надо бы еще, наверное, подкормить. Кстати, вот ты бы мне ведерко налил. Вот той у нас, которой с септика-то течет. И надо бы удобрить. Здесь же я посадила. Не знаю, то ли терен, то ли слива у Ксюши брала. Вроде как почечки начинают еще идти. Но еще не совсем. В общем, отступила. Потому что соседи, кто знает, какие два метра от забора. Сколько, наверное, положено. Ну, я так, наверное, подрассчитала. Мы и здесь-то. У нас вроде бы здесь за стеной нету никого за этим забором. Там территория пустая. А все равно отступили. Ну, мало ли что. В общем, отступаем. Чуть ли не на середину ставим хозблоки. Ну, а что делать? Правила есть правила. Такие правила. В общем, вот сейчас я вот таким образом сделала просто бороздку. Насыпала всего, что надо. И закопала. Все. Больше я никак не сажу. Продолжаю творить. Я очень люблю смешанные посадки, уплотненные посадки, чтобы лишний раз не раскапывать грядки. Вот у меня прошлогодняя клубника. Между клубничными, вот этой и вот этой, у меня вот по две штуки, я посадила чеснок яровой. Вот он у меня взошел, 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 взошел. Здесь, чтобы не росла трава, она, конечно же, вот опять выросла, хотя я прокладываю ее сеном, я решила посадить вот здесь крест-салат. Сегодня крест-салат, например, посажу. Завтра я вот это отгребу сенцы. Вот так. Здесь, значит, я выпалю эти сорняки. Земелька мяконькая. Я сюда посажу частичку чесы этого укропа. Дальше салатика. Вот так вот, чтобы у меня сбоку росла, рос не сорняк, а благородные, нужные, культуру, салатики всякие. Так, вот здесь вот у меня, значит, вот эти мои импровизированные грядочки. Здесь у меня чего? Лук. Посажен лук. И вот редисочку я посадила сюда. Вот она уже взошла. Так, вот здесь вот у меня есть закуточек, да? Вот здесь закуточек я подсыпала земельки и посадила. Вот из грядки там, где будет расти картошка, лук у меня взошел какой-то прошлогодний. И посадила сюда тоже крест-салат. Мы очень любим крест-салат. Он быстро всходит на третьи-четвертые сутки. Вот семена крест-салата я сюда посадила. В общем, я каждый закуточек стараюсь занять, чтобы не разрабатывать много грядок. Семена крест-салата я собираю свои. Вот у меня целый-целый культ. И я его, значит, беру таким образом и просто вот, просто-просто разбрасываю. Просто притаптываю. Все, его не надо даже закапывать. Он зайдет быстренько таким образом. То есть, вот, а потом мы его очень-очень много едим. И с яйцом, и в салаты добавляем. Я и в супа немножко добавляю. И с сыром делаю. В общем, везде его использую. Ну, а здесь он будет у меня вместо травы. А если будет там мне он не нужен, я его просто запалю. Тут же я ставлю на грядки. Все. Мы посмотрим через сколько дней. Сегодня 9 мая. Вот посадила сюда. Но погода пока еще холодная. Может, он и подольше не будет сходить. А так он быстренько, когда тепло, быстро всходит. Укрыла эти малепусенькие помидорчики. Мало того, что спанбонд был. И еще вот сверху пленкой. Ну, так, что вообще непродуваемо. Закрепила их дугами. То есть, ветер тут никакой не страшен. Вчера весь полдня был дождь. Пролило хорошо. Дней на 10 я даже смотреть не буду. Ну, может быть. Чисто из любопытства, может, и пораньше посмотрю. А так 10 дней я даже их открывать не буду. Какая бы погода ни стояла. Они маленькие, малепусенькие. Им там тепло. И комфортно вот под таким одеяльцем. Я думаю, что если земля, конечно, снизу не будет холодить корням. И если вот такие норы... Смотрите, какая нора там. Если там не выруют норы всякая утварь, тварина. Типа кротов, землероек. И не испортят мне всё. Хотя там тепло, всё возможно. Не знаю, как с ними ещё и бороться. Вот они мне тут... Господи, выходы всякие делают. Смотрите-ка, что делать прямо. Всё аж, я не знаю. Сплошные дыры. Сплошные дыры на грядках. Я уже туда и воды наливаю, и что только не наливаю. Но пока с ними ещё бороться невозможно. На этой грядке у меня в прошлом году рос лук, чеснок. Потом анисовая трава. Потом что ещё? Как её называют-то? Крес-салат. Вот лук зашёл, оставшийся, который, по-видимому, я не докопала. Тоже тут лучок или чесночок, не помню. Так, и я всё это собрала вот в одну кучку. Всё выкопала и собрала всё в одну кучку. Так, пока она приживается, анисовая трава. Тут у меня лучок. Тут у меня вот этот чесночок выкопанный. А так у меня здесь будет картошка. Сделаю лунки. И всё, копать не буду. Не буду копать. Так, немножко подрыхлю, конечно же, травку вот эту лишнюю уберу. Хотя я когда прикрываю сеном, травы меньше ползёт. Вот такая уже зелень у нас на траве пышет. Пышет, потому что там сено положено, и им там хорошо. И, естественно, хорошо и кому? Да, правильно. Мышам, кротам и так далее и тому подобное. Вот видите, низовая травка уже взошла. Вот я её выкапывала. Я её очень люблю. И садить её, значит, сеять не буду. Она у меня по второму году пойдёт. Вот у нас тут какая крапива. Тоже можно щи-борщи варить. Запросто уже. Ладно, ну а теперь точно всем пока-пока. А борщик-то, борщик-то самый. Надо тяпать его всё. Самый-самый. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. В Дзене особенно. Хотя и в Дзене там что-то... Чёрт-те что стало. Тоже канал называется. Замечтательная жизнь Елены. Всем очень буду рада.